Привет, друзья! Скоро весна, и я приготовила красивое печенье тюрпаны. С такой нарядной выпечкой не только приятно встретить весну, ее можно приготовить на любой праздник или в подарок. Печенье достаточно крупное, в нем много вкусной начинки, а тесто на сметане легкое и нежное. В глубокую тарелку добавляю сметану, высыпаю сахар, добавляю молоко, один желток, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешиваю продукты венчиком. Добавляю размягченное сливочное масло и снова все хорошо перемешиваю. Могут оставаться небольшие кусочки масла, они разойдутся при добавлении муки. Муку я заранее просеяла, высыпаю часть и добавляю разрыхлитель. Перемешиваю лопаткой, пока тесто не станет достаточно густым. Добавляю остатки муки и вымешиваю тесто руками. Вымешиваю тесто недолго, как только продукты начинают объединяться, формирую из него комок. Готовое тесто получается очень нежное и мягкое. Немного раскатываю его на столе и придаю форму бруска. Брусок я разделяю на три части, затем каждую из них еще на пять. Всего получается 15. Можно также взвесить кусочки теста на весах или просто отделять небольшие части, примерно одинаковые по размеру. Для удобства работы я сразу формирую из кусочков теста шарики. Чтобы тесто не заветривалось, пока я формирую печенье, все заготовки прикрываю пленкой. Каждый шарик из теста я раскатываю в кружок. Слочина пласта примерно 3 мм. В качестве начинки я буду использовать орехи и изюм. Я их измельчила, добавила в них джем и хорошо перемешала. Можно также добавить творог или сделать начинку из яблок. Главное, чтобы начинка была не очень жидкая, иначе она может вытекать. На раскатанном кружке делаю надрез. Выкладываю орехи с изюмом и начинаю заворачивать их в тесто. Защипываю у тюльпана в донышко и немного их поправляю, передавим округлую форму. Рисунок на печенье я делаю обычным пинцетом. Рисунок легко формируется и остается на тесте после выпечки. Все сформированные заготовки выкладываю на противень и ставлю выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекается печенье 20-25 минут. У печенья хорошо зарумянивается донышко и немного зарумянивается вверх. Даю ему немного остыть и посыпаю сверху сахарной пудрой. Печенье получается изящное, кружевное, очень красивое. Оно напоминает, что скоро придет красавица весна. Его приятно испечь в подарок любимому и близким. Можно рисунок на печенье не делать, а просто сформировать красивые бутоны. Но с такими полосками печенье получается очень нарядное. Если вам понравился рецепт, приготовьте себе весеннее печенье тюрпаны. Точное количество ингредиентов у меня в начале видео и внизу в описании. Буду очень благодарна вам за лайки и ваши комментарии. Всего самого доброго, до новых видео, пока!